Стартовали традиционные отчеты глав поселений Ленинского района. Первая, проделанная в ушедшем году работе, перед жителями отчиталась глава сельского поселения Совхоз имени Ленина. Елена Добренкова рассказала о важнейших событиях 2013 года, поделилась планами на ближайшую перспективу и обозначила ряд первостепенных задач. Подробности в нашем следующем сюжете. Отчет главы сельского поселения Совхоз имени Ленина проходил в Центре культуры. В фойе был организован прием специалистов управления района, но очереди к столам не наблюдалось. Оказалось, вопросов у жителей поселения немного. Актуальными стали проблемы миграции и образования. Проживает очень много приезжих, иностранцев и наших, полно. Хотелось бы, чтобы вторая школа открыла скорее, потому что у нас уже достаточно много учащихся. Школа уже не помещает, не размещает всех учащихся. У нас нет проблем, у нас все хорошо. Если не возникает, то у нас такая глава нашей администрации поселка Совхоз имени Ленин, что решали все очень быстро. Быстро, легко. Действительно, хоть в администрации поселения установлены дни приема жителей, задать свои вопросы люди могут практически в любой день. И даже перед собранием глава не отказывала обратившимся к ней с просьбами. Активно работают с обращениями граждан и депутаты поселения. Больше всего в ушедшем году посельчан волновало спасение птиц на пруду. Много было очень звонков по поводу того, что пруд замерзает, как же лебеди. Представляете, у нас нет проблем, у нас лебеди. То есть, получается, такая была одна проблема в Совхозе. Это по решению, чтобы поймали лебедей и отвезли их в питомник. В целом же 2013 год стал для сельского поселения весьма успешным. Очень многое было сделано в плане благоустройства и развития инфраструктуры. Открыта новая детская площадка, обустроена вторая часть пруда, распахнул свои двери детский сад «Замок детства». В августе состоялась первая служба в храме Преображения Господня. Существующая в поселке амбулатория стала автономным учреждением и вошла в реестр организаций, участвующих в диспансеризации. На территории поселения открыт торговый комплекс «Конструктор». Такая работа не могла остаться незамеченной. В этом году Совхоз имени Ленина признана самым благоустроенным поселением России в своей номинации. Копилка наград пополнилась и еще одним дипломом высшей степени в номинации «Самый благоустроенный дворик» — конкурса Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Большое внимание уделялось социальной сфере развития культуры и спорта. Около 50% бюджета было израсходовано на содержание муниципальных учреждений, проведение праздников и конкурсов. Самым значимым достижением стало присвоение звания «Лучшее муниципальное учреждение культуры» на территории сельских поселений Центра культуры поселка. Спортивных соревнований в поселении тоже прошло немало. Новыми стали первенство по боксу, жиму штанги и состязания по теннису в рамках турнира памяти Евгения Панова. Мы считаем, что спортсменами, может быть, все и не должны быть, может быть, не все должны принимать участие в чемпионатах каких-то, но физически крепкими, здоровыми. Наши жители должны быть и имеют на это полное право. Поэтому это наша обязанность. Важным событием ушедшего года стали выборы губернатора Московской области, глав поселения и депутатов. Участвуя в едином дне голосования, жители поселения Совхоз имени Ленина дали отличную оценку работе главы, вновь доверив Елене Добрянковой руководить местной администрацией. У нас поселок из года в год преображается. Постоянно у нас связывается инфраструктура, причем разнообразная, начиная от спорта, здравоохранения, образования. Поэтому оценки только могут быть положительными. Я не могу нарадоваться на наш поселок. Положительно могу оценить работу. Советы депутатов и главы. Главы даже хорошо. Жить здесь комфортно, находиться здесь комфортно. И хочется жить даже постоянно. Потому что видишь, что с каждым днем все больше улучшается. А больше всего, как работник образования, я вижу, что здесь очень много делается детям. И им очень интересно здесь находиться все время, в течение всего дня. Работа администрации сельского поселения строится в тесном взаимодействии с администрацией Ленинского района. Я скажу, что всегда находят поддержку те начинания, инновации, которые здесь проводятся в этом поселении. Очень многое сделано по благоустройству. Делается в тесном взаимодействии с местными предпринимателями. Много средств сложено именно и само поселение, имеющее свой бюджет. Это очень здорово. Планы на этот год, а все они отвечают наказам избирателей, у администрации поселения грандиозные. И ведут к поставленной цели – созданию территорий социального оптимизма. Выйдем на строительство бассейна. Точно знаю, что выйдем на строительство школы. Дополним парк, чтобы он был более интересный. И осуществуем ту мечту, когда будем говорить о том, что там будут сказки Пушкина. Я надеюсь на то, что управляющая компания удержит лидирующие позиции в рейтинге управляющих компаний. И мы сохраним ту обстановку в поселении, которая есть.